привет моим подписчикам и гостям моего канала это влог может быть даже чуть-чуть болтология я сейчас еду на коррекцию если честно уже прошел месяц после того как я последний раз делала ногти перед отпуском еще вот и никак не было времени с малышом в общем по дому в общем никак не получилось и вот я выбрала время сейчас еду потому что ждать уже больше нет вот потом я хочу заехать купить адаптеры то есть получается муж купил коляску и не купил автокресла я в принципе думаю что нам она надолго не понадобится то есть у меня автокресло есть но я хочу автокресло которое можно посадить на раму коляски чтобы мне было удобно если мы там например в магазин пойдем чтобы не цеплять прогулку получается я нашла автокресло был в принципе относительно недорого и сейчас мне надо адаптеры то есть чтобы соединить раму и автокресло поэтому сейчас я еду на коррекцию потом думаю что поеду заберу эти адаптеры и еще у меня я не буду заранее как бы говорить потому что я сама толком ничего не знаю я встречаюсь с человеком главным редактором одного журнала она хочет предложить мне сотрудничество я в принципе может кто-то знает из моих подписчиков кто-то нет когда-то я была главным редактором журнала бортового вот и как бы опыт работы есть я конечно понимаю что мне предложат не должность не главного редактора но в любом случае я хочу послушать что мне предложат и если будет интересно и с удовольствием соглашусь потому что сидеть дома с малышом это тоже хорошо но если например мне предложат там не полный рабочий день а так чтобы я могла отлучаться и как бы такой наверное ненормированный рабочий график я скорее всего что соглашусь если будет еще хорошие условия но в общем это об этом потом потому что я же сама говорю что я еще не знаю что там будет и как я сейчас безумно опаздываю мне осталось 15 минут каких 15 10 минут даже до моей записи а я вот в пробочке такой небольшой застряла в киеве очень пасмурно сегодня идет дождь плюсовая температура хотя вчера был мороз у меня безумно болела голова потому что я очень-очень сильно завишу от погоды вот но сегодня тут более-менее нормально девочки я уже не дождусь если честно весны я ненавижу зиму и ненавижу такую погоду я так хочу чтобы пели птички светило солнце было тепло и хорошо и был запах весны я обожаю апрель конец апреля когда начинает все цвести это просто шикарное время май потрясающий когда он еще не жаркий такой вообще такой класс я так хочу чтобы мы с малышом постоянно были на улице так как мы живем в частном доме то он я реально понимаю что с утра и до вечера мы будем на улице очень-очень хочу весну я даже догадываюсь почему тягучка скорее всего что одна полоса была занята каким-то автомобилем или может быть даже дорогу делают в общем что-то вроде того потому что в такое время этот мозг всегда свободный но почему-то странно сейчас посмотрим из-за чего да видите одна один автомобиль грузовой встал из-за этого тягучка в Киеве нельзя вообще на мостах и вообще не только на мостах останавливаться иначе все движение будет парализовано девчонки у меня малыш кашляет уже больше недели наверное даже около двух причем кашель у него такой с хрипотцой ну как знаете как мужчины кашляет и я показала его педиатру педиатр говорит да нет все нормально это наши чистковые потом пошли к платному к платному педиатру она послушала тоже говорит ну все чисто и горло и бронхи и в общем все в порядке я говорю нет давайте говорю все таки подождем пока он покашляет и вы сами скажем ну как бы поймете что это не нормально и действительно мы подождали там минут 15 он закашлял она говорит ого я говорю да вы знаете это может быть аллергический кашель или это там где получается трахея потому что визуально так не поймешь только надо услышать и вы знаете я поубирала дома все ковры ну то есть все пылесборники которые возможны думаю ну вдруг аллергия на пыль все таки я потому что ну ковры не действительно пыль собирается вот и вы знаете все равно кашляет сделала всю влажную уборку ну в общем все выдраила не помогает муж привез ингалятор она прописала ингаляции и говорит вы сначала дня 4 как бы покапать и фемистил три раза в день для того чтобы понять аллергическая это реакция как бы кашель или нет поэтому мы покапали все равно кашляет может быть не так много но все равно кашляет поэтому сегодняшнего вечера может завтра с утра начнем я уже сегодня с ней общалась мы сдали общий анализ крови она говорит по крови все в порядке говорит ну не воспаление в общем не аллергии не видно короче если честно я настолько расстроена я очень переживаю по этому поводу мне всякие сны снятся ну вы сами знаете все мамочки они как бы слегка плане здоровья детей они помешанные поэтому я очень переживаю и начнем делать ингаляцию я надеюсь что кашель пройдет и вот у меня к вам вопрос девочки у кого такое было сейчас малышу 5 месяцев я сначала думала что это кашель от слюнок то есть слюнки собираются и детки могут покашливать но этот кашель реально нет слюнок он такой конкретный очень переживаю поэтому девчоночки пожалуйста у кого такое было может быть что-то похожее расскажите свою историю я не говорю чтобы вы меня успокаивали но в любом случае там вдруг у кого-то что-то похожее было может быть надо какое-то обследование я просто уже не знаю я некоторым врачам не доверяю такого врача который бы там я сказал да это наш врач и там я полностью доверяю нас такого нету вот поэтому я и спрашиваю вас девчонки я после встречи ничего не снимала потому что опаздывала на встречу поэтому показываю вам сейчас свой маникюр вот такой вот это бы черный черный лак и на безымянные пальчики такие как бы ажурные ажурный рисунок что-то мне такого захотелось темного потому что скоро будет весна и будет яркий маникюр а сейчас как то еще как раз под погоду что касается встречи что касается встречи мне предложили предложили несколько вариантов я взяла сутки чтобы подумать ну я не знаю как будет вот но варианты неплохие и тут главное чтобы муж дал мне добро потому что это по сути работа работа это в журнале журнал называется сейчас я вам покажу космоледи это всеукраинский журнал распространение по всей украине ну и тираж больше всего конечно такиев не знаю мне бы хотелось потому что все таки это моя тема это близко мне тема теперь главное чтоб муж дал добро поэтому буду надеяться такой получился у меня небольшой влог скорее всего что все таки я его выложу на канал потому что там есть вопрос касается малыша а мне это очень важно и сейчас я еду в школу за своей дочерью уже пол шестого умеяна забрать до шести поэтому я в центре не знаю насколько влог был полезен или интересен ну я я старалась честно все мои хорошие пока